а здрасте всем друзья привет уреньки продолжаем играть ферму и у нас 7 утра следующего дня что у нас вообще происходит на нашей ферме во первых убирается поле сорга комбайн катается у него все хорошо то что вы в прошлой серии убирали поле сейчас она здесь культивируется потому что после просто нужно вспашка я в общем то поставил чтобы пол поле всего культивировалась на правой стороне у нас рос маг здесь чего такого не надо и еще на одном поле у нас растет хмель который тоже собирается и все это друзья мы собираем для того чтобы запустить пивзавод чем мы в общем то сегодня и будем заниматься хотя я надеюсь что мы довольно быстро это сделаем и я пойду спать также друзья в прошлой серии мы с вами запустили завод либо булочный наш вот этот вот завод и он уже что-то даже произвел тут по 5400 этого хлебушка ресурсы все абсолютно есть все хорошо в общем то он продолжает работать вот такие вот поддончики с хлебом они стоят на улице и к тому моменту как они нам пригодятся он конечно же уже зачерствеет нахрен но ничего страшного ну и самое главное на сегодня у нас построился наконец-таки до конца наш пивзавод и первое что нужно сделать проложить сюда автодрайв потому что его здесь нет я заранее сюда пригнал машинку еще мы короче это по-быстрому сделаем можно даже прицеп отцепить черт как же меня бесит то что вот эти вот линии неправильного цвета на этой карте особенно в часы заката в часы рассвета давайте мы наверное вот отсюда сделаем ответвление такое я не знаю с какой стороны она будет заезжать с какой стороны ему будет удобнее но чё страшно сделаем из той с другой то есть вот так вот сделаем и вот с этой стороны тоже так вот тоже все красивенько сделаем это мы все так вот соединяем и вот к этой точке мы тоже это все подводим маркеры не подсвечиваются очень неудобно еще не подсвечиваются но настолько не видно что плохо короче все значит первое что мы делаем нам нужно будет вода поэтому делаем маркер давайте это будет пиво вода пиво вода нормальное название а здесь наверное на хмель мы сделаем ответвление а сейчас проедем просто вот так вот вперед эти здесь у нас будет клюква вишня нет пивок давайте начнем пиво пиво ягоды пускай будет пиво ягоды мне кажется так будет правильнее и понятнее и еще нам надо сделать здесь зерно . на зерно делаем пиво зерно стоит готова но и все это дело надо еще вывести а вот сюда и здесь мы тоже это в две стороны просто мышкой дорисуем чтобы они могли уехать во все стороны хотя скорее всего он конечно будет поворачивать налево давай вот текать вот текать и вот это мы соединяем и вот это мы соединяем всю основа есть довольно таки быстро также на хмель разгрузку хмеля тоже надо сделать там уж комбайны кстати почти заполнили сейчас разгрузим давайте вот отсюда наверное начнем запись вот так вот проедем это все дело соединил и проедем через хмель так вот блинен здесь проезжает и вот здесь пускай будет . будет называться пиво хмель пойдет и соединяем это с нашей основной сетью с дым и готова отлично и еще у нас всякая фигня на поддонах здесь будет насколько я понимаю она будет выгружаться вся вот здесь поддоны дрожжи мед тыква черт как много всего поэтому в принципе за один раз как обычно привезем все на большом прицепе ща будем отправлять всех кататься опять начинаем запись маршрута вот этой точке мы это сидела сюда подсоединяем так вот не сильно удобно и здесь заезд я вам скажу что поделать давайте вот здесь эту точку так и оставим пускай сюда просто фура приедет а мы потом как твою мать кемпад упал пиво поддона пускай это будет называться мы его просто сюда отправим он приедет а он потом вручную все выгрузит и к нашей основной сети это все дело тоже подсоединяем чтобы он потом домой мог уехать бздынь и готова а тут с автодрайвом у нас вроде как все но наверное этот товарищ нам еще понадобится в будущем поэтому мы его оставим пока здесь давайте отгоним его на заправку чтобы он просто не мешал есть вероятность нам придется еще один автодрайв здесь рядом рисовать на это друзья чуть попозже сначала пивзавод вообще нет сначала надо разгрузить наши комбайны опять-таки у нас тут есть и прицепчик и кузов и поэтому мы сможем одновременно работать с двумя комбайнами с двумя разными культурами что тоже прекрасно не сильно большая урожайность что у сорга что у хмеля но это ладно это пофиг этот мы разгрузили поехали на соседнее поле искать комбайн там он я его вижу вдалеке но разгружаем теперь тогда их хмель и хмель тоже разгрузили отлично значит черненький ман стой здесь ты пока отдыхаешь а мы погнали развлекаться с пивзаводом на пивзаводе у нас по моему аж 5 линий тоже много раз два три 4 5 до пива эль бостон лагер грэнбери ламбик я честно говоря даже ваще хрен знает что это такое череп хит вишневая пшеничка серьезно и памкин бэч я знаю только слово эль и знаю слова лагер из этих всех но вишневая еще тоже попадалось мне когда-то я небольшой любитель если честно лагер топчик а так вот что нам нужно для всего этого привести во первых нам нужна электроэнергия и поддоны для каждого пивасика нам обязательно нужна вода насколько я понимаю и хмель нужен прям везде также нужна еще пшеничка ячмень сорга и рожь это то что на зерно а также нам нужна ягодка клюква и вишня для вкусненьких мед также нужен дрожжи и тыквы насколько мне попалось значится поддоны поддоны дрожжи мед и тыква погнали тогда собирать то что у нас на базе сначала и отправлять его кататься потом уже по автодрайву остальных запустим как обычно будем использовать наш прицепчик на 40 поддонов и первое что нам надо это здесь выгрузить во-первых тыквы теплицы уже давно стоят я уже их давно не освобождал нам нужно 10 поддонов этого хватит черт вас кубов можно было даже меньше стоять ну ладно погнали эти самые 10 поддончиков соберем по-быстрому чане как по запрыгивают бзды и все 10 поддонов есть поехали также у нас на базе еще мед есть меда правда маловато но я думаю что хватит для того чтобы сделать нам пару бутылочек просто по моему да вот здесь наши ульи находятся единственное что подъезжать близко я наверное не буду потому что там кроме пива еще у нас воск делается точнее кроме меда значит у нас есть целый поддон с медом я его вот отодвинул еще есть принципе в принципе давайте наверное вот все вот эти поддоны мои заберем выгрузим их просто на улицу то что он здесь не полная 330 как бы и бог с ним и то же самое сделаем сейчас со вторым ульем 6 поддонов будет нормально пойдет здесь мы делаем то же самое и здесь мы делаем то же самое еще новый поддон с литром меда появился но его мы трогать не будем сейчас мы просто их точно также на авто погрузки они же должны будут сюда запрыгнуть правильно даже поддона да они сюда запрыгивают прекрасно готова еще нам нужны поддоны с поддонами они у нас на лесопилки поэтому давай друг мой сердечный дуй на лесопилку а мы пойдем на развлекаться с другими ингредиентами еще кстати на поддонах у нас идет вишня но я хочу замутить все немножко по-другому и посмотреть работает это вообще или нет а для начала нам вишну конечно же надо то нас вишня это вишня а у нас и этот в принципе это до хрена лежит нормально пойдет давайте тогда и все выгрузим 10 поддонов создаем вроде как в теории она может идти россыпью то есть если мы залезем в какой-нибудь трактор и здесь вот где мы выбираем а что он будет возить здесь есть вишня то есть прицепы поддерживают эту штуку поэтому давайте мы возьмем этот прицеп или нет сколько вообще мы этой самой вишни и клюквы можем туда отвести 100 кубов много согласен клюквы аж 500 кубов у нас на самом деле даже столько нет сколько у нас клюквы то осталось а 200 кубов есть тогда смотрите мы тогда отвезем вот этот прицеп я думаю будет нормально но сперва погнали попробуем этот прицеп загрузить вишенкой тут в общем-то два варианта развития событий то ли он будет наполняться прямо из поддона как это происходит например с удобрениями то ли придется это все делать вручную и наполнять из поддонов руками по задумке конечно это погрузчиком все делается но только по задумке что ты мне скажешь будешь ты заполняться нет кнопки начать наполнение нету но мы можем поднять поддон так этого поднять а и он сразу же и вот можно просто закинуть да да вишня два куба в прицепе есть шикарно когда мы просто эти поддоны вот так вот кидаем и они заполняются да они высыпаются моментом это прекрасно не надо ждать миллион лет я думаю что мы тогда возьмем все вишню что у нас здесь есть правда это надо будет подождать немножко вишни то у нас немало на самом деле но здесь все деревья они забиты она уже не растет врубаем робота и оно пошло чем затылка и туда ее она вся рассортируется в поддонах и мы потом выгрузим их туда займемся этим чуть попозже давайте пока настроим товарищ который зерно все отвезет а где наш вот этот друг над а вот он на 270 кубов там по 500 кубов всего можно привести производство пива черт как же много всего до 500 кубов рож 500 кубов ячмень 500 кубов пшеница еще пшеница и соргу самое главное что этого всего у нас наверно по 500 кубов то и нету она пшеница есть ячмень есть ржи вообще до хренища сорга пока что по нулям ждем пока разгрузится прицеп хотя уже скоро будет тогда ты у нас едешь мой элеватор а разгружаться ты едешь так я по папкам не распределил но как бы и хрен с ним пиво зерно и везешь ты тогда то все по порядку надо возить рожда всего тебе надо сделать четыре поездки сорга повезем последнюю очередь надеюсь к тому моменту у нас уже все будет на месте здесь черт я забыл самое главное это электроэнергия южная электростанция сэм адамс пивоварня электроэнергию мы начать включаем пускай тоже она передается это есть тем временем товарищ как раз приехал за поддончиками на лесопилку поддонов еще 20 кубов сделалось но мы выгружаем как обычно 10 стень и производство опять зашуршало теперь эти самые поддоны закидываем на прицепчик и в принципе это уже было едем опять на сахарный завод по-моему в прошлый раз мы точно также с лесопилки ехали на сахарный завод давай друг есть 15 минут черт как долго на самом деле он быстрее доедет а мы возвращаемся к нашим вишенкам не упаковалась пока наша вишня ладно у нас друзья есть еще один товарищ которого можно отправить покататься это вот этот товарищ который будет возить туда воду пиво вода 5 раз 500 кубов он это довольно быстро сделает давай друг погнал катайся но и опять-таки мы возвращаемся к нашим вишенкам они не хотят упаковываться значит друзья мы мотаем время а что поделать но давайте упаковывайтесь сдынь готова 43 куба выгружаем это все дело и опять-таки закидываем это все черт не попал не хорошо вообще получилось закидываем это все дело в прицеп и последний поддончик тоже закидываем после чего выгружаем еще 10 поддонов а в принципе можно будет еще один выгрузить но мы уже не будем этого делать повезем 60 кубов такое знаете ли ровное число вроде бы все закинул а поддон который я уронил случайно до который перелетел его мы тоже закидываем и должно в кузове лежат 60 кубов в кузове лежит 60 кубов и значится что мы делаем дальше ты у нас едешь на базу на мой элеватор выгружаешься на пиво ягоды и везешь клюкву после чего едешь на парковку и получается сейчас мы его поставим он сначала отвезет вишню потом съездит на базу заберет клюкву после чего отвезет это все дело и припаркуется по моему отличный план только куда-нибудь на дорогу его сначала надо вывести чтобы он не заблудился давай друг погнал пиво ягоды отлично все работает все автоматизировано классно ну и водичка как раз едет прекрасно а он пока вернемся на сахарный завод кстати вот смотрите дрожжи опять полностью все забилось сахарный завод я смотрю вообще быстро работает нагружаем 8 поддонов этих самых дрожжей это полтора куба в час всего производства идет вроде бы не сильно быстро отодвигаем отсюда два поддона на самом деле можно даже 6 поддонов отсюда отодвинуть почему бы и нет у нас там место просто в грузовике еще остается вставляем 2 получается выгружаем еще 6 правильно вздать 6 создать отлично сейчас сюда приедет наш ман оранжевый и все вот эти вот поддоны мы на него закинем я пожалуй на сам быстрее доеду но по моим подсчетам тут как раз вот все поддоны должны все забить я правда могу ошибиться я часто ошибаюсь давайте же прыгайте а еще вой во и последний но как раз 40 замечательно но и давай друг шуруй тогда на пиво поддоны нам туда приедет и мы его выгрузим а кстати вишенка у нас выгружается прямо сейчас отличный триггер работает плюс рож тоже выгрузила 270 кубов тоже замечательно а пока у нас курс play катается кстати давайте я вы знаете есть тут еще одна прикольная механика на карте которую я не пробовал и которые принципе то бесполезная но прикольная это друзья похоронные всякие услуги надо только придумать куда поставить кладбище это ладно потом значит смотрите что для этого надо сделать в первую очередь нужно выгрузить три гроба о кстати у нас тут уже много этих самых намного заводов построили не все конечно намного так вот нужно прийти в муниципалитет там где у нас гробы подарки выгрузить три гроба опаньки я на подарки попала видите как повезло мне большая редкость черт я не могу опять на подарки попал обычно что наоборот в подарки не попадаешь как так-то третий раз подряд да серьезно и что я теперь это самое гроб не смогу вы выгрузить то за это самое что за что за дела меня триггер с подарками активен обычно наоборот мне когда вот нужны были подарки я мучился не мог в них попасть во гроб здесь теперь гроб теперь куда ни тык не везде гроб ну короче ладно смотрите у нас здесь типа идет производство гробов их можно выгрузить 30 штук но я вам этого делать категорически не рекомендую потому что они разбросаются по всей карте три штуки выгружаете и они появляются где-то прямо здесь или они появляются даже прямо около морга а на стоянке они вот здесь появляются три штуки выгрузите больше будут проблемы но точнее проблем не будет они просто будут разбросаны по всей карте вы и заколебаетесь их и их искать я думаю друзья что нам надо машинку взять но предварительно нам надо разгрузить наши комбайны хмель готов полный прицеп сорга в принципе тоже полный прицеп набьется самое главное комбайн почти пустой остался как я чуть-чуть рассчитал то сорга тоже полностью выгрузили отправляем этого товарища просто на базу пускай разгружается и паркуется потом моего опять возьмем на разгрузку когда комбайны забьются так вот друзья давайте погрузим тогда гробы сюда потому что лучше даже подъехать вот к этим двум чтоб меньше носить я думаю мы вполне можем аккуратно их погрузить прям все три на этот прицеп но аккуратно настолько насколько это возможно меня знаете ли я и аккуратно это но такие понятия усмарить он по размеру даже сюда как раз вылазит отлично ох чуть моя жопка что я перевернуть когда буду ехать их вести потому что центр тяжести будет сильно высоко укрутим вот такую вот башню из гробов господи чем я занимаюсь закрываем эти штуки и привязываем все ремнями бзды готова и поехали в морг блин реально можно как нефиг перевернуться его колбасит шадурного так стоять морг у нас где-то здесь находится он опять таки он не отмечен на карте но если что да вот это вот маленькое здание слева отцепляем ремни открываем вот эту вот штуку значит смотрите тут у нас есть двери они открыты я тут гулял значит уже не закрыл за собой двери у нас тут есть тела то есть производство бальзамирование тела умершего привозим сюда групп на выходе имеем мертвое тело точно также в гробу насколько я понимаю гробы нужно выгружать вот на этот триггер чем попробуем берем один выгружаем его вот сюда и да он выгружается отлично берем тогда 2 и берем тогда 3 сдынь-бздынь 4000 литров в час концу серии короче заглянем сюда посмотрим что к чему если я не забуду а машинку тогда везем туда где она нам нужно а возвращаемся на наш пив завод не смог проехать наш грузовичок сюда я немножко волнуюсь не то чтобы волнуюсь но не нравится мне вот это место разгрузки она сделана прям не очень удобно сейчас тут еще поддоны все по забагиваются ну ладно была не была выгружаем почему здесь триггер стоит поперек а это здоровенный триггер отлично все я понял это все здоровенный триггер я только вот эти вот надо будет сюда по загружать что-то вон вообще под землю провалилась фиг я их так просто достану поэтому мы включаем автопогрузку и выгружаем их еще раз замечательно ты в общем-то свою работу сделал есть на склад сады теплицы черта ты фиг здесь проедешь да я нормально почти проехал почти да не замечательно смотрите у нас тут уже потихонечку все это забивается это вишенка насколько я понимаю чаще клюкву сюда привезут два вида зерна мы уже привезли сейчас ячмень приедет потом сорга останется о клюква как раз приехала здесь у нас будет хмель хмель мы в последнюю очередь сюда везем но здесь у нас стоят поддоны с тыквами поддоны с медом поддоны с дрожжами поддоны с поддонами все стоит отлично клюква пошла высыпаться и что-то нифига не наполняет черт нифига не наполняется вот этот бункер или это дело тоже обновляется потом через какое-то время и клюква они вон она растет все нормально хотя может быть вишни сюда можно выгрузить меньше чем клюквы мне казалось в один триггер одинаково будет но клюквы 500 кубов а вишни а вишни 100 понятно они примерно поровну будут наполнены клюквы будет чуть больше судя по всему хотя блин медленная выгрузка в этом прицепе конечно шо капец зачем здесь по два вот этих вот бункера было ставить непонятно но ладно автору виднее хотя на хмель здесь аж 4 стоит с другой стороны хмель это можно выгрузить здесь аж целый миллион литров наверное у него расход будет довольно большой а приехал ячмень давай-ка мы тебе сразу это все дело еще на 40 поменяем следующий раз он заберет 40 и все все будет привезено шикарно знаете друзья наверное не буду тянуть загрузкой хмеля конечно можно отвезти много но забивать под завязку его смысла я вообще никакого не вижу поэтому давайте вот этого товарища мы перехватим и отправим его на пиво хмель пускай он два раза отвезет хмель как раз он 270 кубов которые мы собрали он и отвезет два раза погнал и завод запустится правда еще с орган надо привезти будет но он уже туда едет man уже едет за сорга но и друзья что я еще хотел сделать сегодня сегодня я хотел посмотреть на еще один заводе который мы в этой карьере с вами купим это вот то что находится справа вот эта вот штука его опять-таки надо будет строить я надеюсь что у нас хватит строй материалов это друзья то что нужно для пив завода больше всего на свете завод чипсов участок который стоит миллион семьсот тридцать мы его покупаем а я хотел пригнать сюда машинку чтобы провести сюда автодрайв настройку но он оказывается здесь уже есть в общем то как обычно здесь о боже какое некрасивое число всего нужно сюда вести а чё так неровно то все заколебаешься сюда это все возить контейнерами тут не обойдешься не круто но ладно опять таки я думаю что завод будет строиться не один день поэтому построиться он к следующему разу но друзья давайте посмотрим он называется фрита лэй сейчас его еще попробую здесь найди фрита лэй производства чипсов вот она а тут есть три линии чипсы классические картофель канола поддоны электроэнергия соль канола зачем наверное для рапсового масла соответственно чипсы классические чипсики со сметанкой опять таки картофель канола соль сыр сметана сливочное масло то на сливочное масло сыр я же именно для этого брал молочный завод и чипсы сметана с луком лук сметана понятно все сейчас мне стало интересно все ли у нас есть на молочной этой самой штуки ддд дири молочка дири молочка она называлась дири молочка нет молоко завод дири черт все наоборот сыр масло сметана все правильно у нас есть все тут все забито там по 18 кубов всего влазит значит привезем лук у нас тоже есть а насчет канолы не знаю сейчас узнаем если у нас канола канолы у нас нет значит канолу будем выращивать а также друзья еще нужен картофель на чипс конечно я думал на самом деле у меня была мысль купить какое-нибудь маленькое поле типа вот сорок восьмого вот она маленькое поле для того чтобы засеять картошку я вот собирался прям еще друзья когда-то давно выполняя контракт по уборке картофеля я подумал что надо натырить немножко картошки чтобы потом с помощью того что мы натырили ее сесть потому что сессию семенами это очень дорогое удовольствие и натырил ее 200 кубов и я думаю что выращивать ее смысла никакого нету эти 200 кубов на чипсы реально должно хватить поэтому все что нам нужно это канола все остальное у нас есть поэтому к следующему разу я друзья за кадром отвезу туда стройматериалы засею одно поле канолой остальные не знаю наверно кофе вот и к следующему разу на завод построится пройдет несколько дней пока он построится плюс произведется у нас там пивко булки вообще-то все это дело произведется также пару серий назад мы засели 64 поле коноплей и она уже почти созрела к тому времени но созреет так что у нас будет урожай куча бабла и здесь у нас будет урожай куча бабла классно вот следующий раз в общем то запустим завод производства чипсов по мелочи тут отвезем всего туда и друзья на этом будем принципе то и карьеру то завершать уже потому что я не вижу чем еще здесь можно таким заниматься чтобы это не отличалась от того что мы уже делали в принципе то последней серии у нас просто стройка завода запуск завода то есть подвоз ресурсов подвоз стройки ничего такого особенно нового нету в принципе вся игра на этом построена видимо последние серии кстати были не сильно длинные по хронометражу да но ребята уж извините следующий финальный реально обещаю будет длинная шу капец я потом заколебаю все монтировать и буду сам си ненавидеть меня знаете надо такое бывает когда я монтирую серию и сам себе говорю что блин сколько же ты никита вот трэнди что сколько можно вот реально трэндить лишнего просто так вот трэндишь лишь бы потрэндить что нам сюда еще надо привести еще сорга сейчас уже едет кстати сорга и хмель сюда едет сейчас все запустим отлично ладно пока ждем погнали посмотрим как там наши гробы сколько я понимаю анимации тут нет никакой стой гроб она не работает она активно но ничего не изменилось а почему а значит оставляем это на следующий раз если я конечно про это не забуду если забуду ребята простите меня дуру грешную ничего не могу с собой поделать память как как у рыбки тем более что к следующей серии еще длинная подготовка будет и до товарищи спонсоры извините я думаю что она выйдет следующие не раньше чем через неделю то и позже зато вот эти вот были три подряд почти что сразу одна за одной вроде как наверное не знаю это лифт серьезно сми говорили что на форт ноксе есть лифт на нем можно кататься и там прям красивое золото может посмотрим потом что у нас там золотом а золото у нас нихрена шинке потому что я гальку не выгрузил да у нас промывка стоит галька заполнилась золото нихрена нет золото три куба это три куба это три куба нормально я наверно следующему разу освобожу это все дело пускай золото производится может быть следующей серии посмотрим что такое форт нокс штука бесполезная просто красивая сколько интересно на денег стоит 6 миллионов не так много нормально кстати последний прицеп с водой же едет как-то прямо почти одновременно вся доставка заканчивается они что реально сюда один за одним все подъедут дайман почти догнал трактор в принципе не почти он его догнал ладно почти сейчас он у него упрется и оп вот теперь точно догнал самое прекрасное они же должны будут сейчас разъехаться здесь да по разным путям не будут друг другу мешать очереди никакой не будет да да отлично разъехались хмель у нас выгружается водичка последний у нас тоже сейчас пойдет выгружаться и сорга у нас тоже пошло выгружаться и сейчас они все поедут на парковку не хмелем аж еще один прицеп сюда привезем завод зашрушал и у нас все линии активно 400 литров в час не то чтобы прям сильно быстро она производится это самое пиво здесь но с другой стороны встретимся там и следующий раз только через пару дней дня через три так что к тому времени у нас пиво этого будет дохренище просто на этом друзья тогда у меня сегодня все всем огромнейшее спасибо за просмотр спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку кому не вдомек в следующая серия на бусте она должна быть ну и вообще у нас финал карьеры так что на бусте кстати скорее всего что-нибудь то что вот будет сниматься после я правда не знаю что это будет и будет ли это вообще ферма но что-то да будет поэтому короче да на бусте контент и все такое прочее в следующий раз друзья подведем итоги и заработаем кучу бабла просто у нас такая цифра на балансе будет что мы что я сам охренею наверно за прошлой карьеры наверное такой цифры на балансе еще не было надо будет как-нибудь по погуглить посмотреть сколько я там на золотом колосе нарубил когда глобальную распродажу устроил на этом в общем то все друзья еще раз всем огромное спасибо за просмотр всем пока кей